Девушки отдыхают Восьмерки больше нет. Машину, припаркованную под окнами жилого дома на выстреле, раздавило деревом. Хорошо, что детей не убили. Хорошо, что пожилого человека не убило. Как говорят, железка есть железка. Я понимаю, но для хозяина вот это преступление – это горе. У моего прадеда было 10 детей. У всех были свои дети, внуки. И когда Иван Дмитриевич купил эту усадьбу, то, конечно, он был очень рад, что здесь всегда звучит детский смех. Не теряем корни. В Берсеневской школе-интернате открыли памятник Ивану Сытину. На церемонии присутствовали воспитанники школы и потомки известного русского просветителя. Любое начинание по сохранению истории очень ценно, особенно с детьми. Против чего протестуют гонконгцы? Ученые разработали новую противораковую терапию и получат за это Нобелевскую премию. А на Кубани проходит фестиваль в средневековье «Меч Дона». Об этом и не только в нашей традиционной рубрике «Мировые новости». Спал, как говорится, с ночной смены. Слышу, как говорится, огромный прям грохот, треск какой-то. Ну, думаю, что такое. Думаю, мол, как взрывалось что-то. Оказалось, что в этот момент на соседскую машину упало дерево. Его повалило сильным порывом ветра. Сухое и гнилое оно, по идее, давно подлежало спилу. Дерево упало на оживленную улицу на территории бывшего военного городка «Выстрел», по которой часто гуляют мамы с колясками и просто проходят люди. Хорошо, что детей не убили. Хорошо, что пожилого человека не убило. Как говорят, железка есть железка. Я понимаю. Но для хозяина вот это преступление – это горе. Для хозяина автомобиля и правда – это горе. Военный пенсионер Алексей Дашко своей не новой, но очень любимой «восьмеркой» дорожил. Как говорит, вложил в нее всю душу. Только на днях поставил новую зимнюю резину. Ну, я здесь машиной занимался последнее время, все время. Все. Тут все поменено. Движок поменен, все поменено. Здесь стояли новые двери. Все новое. Практически. А что теперь поделаешь? Ничего не поделаешь. Расстроились, конечно. Никто не знал. Во-первых, стояло вообще. Вот, как оттуда дерево упало, я понятия не имею. По словам жителей бывшего военного городка «Выстрел», проблема сухих деревьев здесь актуальна давно. И это не первый случай их падения. У нас упало дерево буквально, может, полгода назад по лету. Сухое МЧС приезжало. Здесь было очень много народу. Люди с окна снимали. Чуть-чуть, прям до окна не хватило. Падали всегда. Падали деревья сухие. И сухо-остоем никто не занимается. Абсолютно. Полковник в отставке Олег Ворслов живет на выстреле больше 50 лет. И еще помнит те времена, когда проблема сухих и гнилых деревьев вообще не стояла. Почему нет человека, как раньше он назывался, лесник. Вот он ходил по всему выстрелу, ставил клеймо и приходил с пилой. Товарищ смотрел, ага, вот это дерево приказано спилить. Все обойдет. И причем число, как давка, по порядку было. Тем же сильным порывистым ветром, который бушевал в тот день в Подмосковье, сухое дерево повалило и в соседнем Клинском районе. Но там история закончилась намного трагичнее. И пострадал не автомобиль, а ребенок. Дерево упало на 13-летнюю девочку, которая гуляла возле дома в поселке Шевляково. В результате она получила тяжелую черепно-мозговую травму, а также перелом свода и основания черепа. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъяты части упавшего дерева, по которым будет назначена соответствующая экспертиза. Получено объяснение от очевидцев. Следователям предстоит выяснить, в чем ведомстве находится территория, на которой располагалась упавшая на девочку дерево. Расследование уголовного дела продолжается. В Солнечногорске опиловкой сухих деревьев занимается МБУ благоустройства. Еженедельно служба отрабатывает по 30-40 заявок, поступающих от жителей города, как напрямую в МБУ, так и через портал Добродел. Поэтому, если вы обнаружили во дворе сухое или аварийное дерево, сообщайте. Юлия Унрау, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время.